Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге Царства. Сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. И здесь очень интересная тема – неприкосновенность царской персоны. И мы читаем. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади, когда Саул возвратился от филистимлян. Его известили, говоря, вот Давид в пустыне Эн-Гади». В прошлой главе мы говорили о том, что Саул гонялся за Давидом, но ему сообщили, что напали филистимляне, и он оставляет преследование Давида и идет на филистимлян. 24 глава рассказывает о том, как он уже вернулся с похода на филистимлян. И ему доложили, вот Давид в пустыне Эн-Гади. «И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны». То есть искать в непроходимых местах или труднодоступных местах. Мне представляется, что когда царь Саул был на войне с филистимлянами, ему очень не хватало Давида. И он, конечно, это осознавал. Но он не может отвязаться от этой навязчивой идеи, что ему надо преследовать Давида. И он продолжает это преследование. «И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды». Что значит «для нужды»? Саул пошел туда один. В каком случае цари куда-то ходят одни? В туалет. Он заходит по нужде в эту пещеру, не понимая, не догадываясь, что там в этой пещере как раз Давид со своими людьми прячется от него. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И, казалось бы, Саул отправляет свою нужду в этой пещере. Он-то зашел с улицы, где очень светло, где яркое солнце. И в темноте он ничего не видит. Он снял одежду и отправляет свою нужду. А Давид и его люди видят его. Вот он. Наверное, не только видят, но и обоняют в некотором смысле. И говорили Давиду люди его, которые измучились от этих преследований Давида и ненавидели Саула. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно. Неужели Давид воспользуется вот этой ситуацией? Казалось бы, сам Господь так подстроил все. Но поступает Давид несколько иначе. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, потому что он снял с себя какие-то одежды, перед тем, как сходить в туалет. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Если люди Давида сожалеют, что Давид не убил Саула, Давид сокрушается в сердце своем, что отрезал частичку материи от одежды Саула. «И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен, и удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула». То есть Давид продолжает в Сауле видеть помазанника Божия, даже в такой трагической ситуации, когда Саул преследует его, и даже в такой комической ситуации, когда Саул заходит по нужде в пещеру, где Давид и его люди, вооруженные, что называется, до зубов. И Давид продолжает видеть в нем помазанника. Божия. Что мы знаем о помазанниках Божьих? Прежде всего, божественное происхождение власти на земле. Человек становится царем, правителем, не просто так сам от себя. В книге пророка Даниила 4.14 сказано, «Всевышний владычествует над царством человеческим». То есть подлинный управитель есть Господь Всевышний, который и распределяет, кому какое царство, кому какое управление. В этой же книге 3 глава сказано «Царство его, царство вечное и владычествие его в роды и родов». То есть Господь управляет целыми династиями роды и родов. Это династия, которые по воле Бога они могут существовать. А в книге «Варуха» 1 глава 11 стих говорится о том, что даже и нечестивого царя должно почитать. «И молитесь о жизни Наву-худоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле». И в Евангелии от Матфея 22, 21 сказано «Так говорит им, то есть Христос, и так отдавайте кесарево кесарю, а Божье – к Богу». И вторая книга царей, 1 глава 14 стих, находим такие слова. «Тогда Давид сказал ему», это уже после смерти Саула и Инофана, «как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня». Цари – это неприкосновенные персоны, и никто не имеет права к ним прикасаться. И сам Господь говорит, 104 Псалом, 15 стих, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла». Таким образом, действие царя Давида – это действие человека, который исповедует теократические принципы. Он понимает, что сам принцип власти проистекает от Бога. И кому хочет, тому Господь дает эту власть. И если современные люди позволяют себе плохо отзываться о правителях, злословить о них, то в христианстве это не принято. Известные слова апостола «Бога бойся», «царя чти», имеется в виду «кесаря чти». А какой же тогда был «кесарь», когда апостол Петр произносит эти слова? Кесарем был Нерон, император, который в апокалипсисе называется «зверем из бездны». Однако, если Господь наделил его властью, то надо Бога бояться, а царя, даже такого кесаря, как Нерон, чтить. В иудейской традиции такое представление о царях, как о неприкосновенных персонах, оно очень глубоко укоренилось. И есть такая интересная история, она описывается в книге, которая была издана в государстве Израиль. Это иудейская книга, где рассказывается о известном еврейском иудейском праведнике, который был заключен в Петропавловскую крепость. Это было во дни императора Николая I. Евреи его почитали праведником, цадиком. И охранники очень любили беседовать с этим еврейским наставником, задавали ему разные вопросы по Библии, и он охотно отвечал. И один из охранников рассказал царю, Николаю I, как интересно беседовать с этим еврейским мудрецом, который знает наизусть весь Петхий Завет. И тогда царь решил прийти к этому человеку, но он пришел в обычном мундире, и невозможно было понять, кто это. Но когда он вошел в камеру к этому заключенному, этот еврейский старец, это цитата из иудейской книги, он весь трепенулся, пришел в ужас и рухнул перед ним и сказал, «Ты царь!» А Николай I спросил, «А как ты это понял?» Он сказал, «Да я чувствую, царь это хозяин этой земли, ангелы этой земли оберегают тебя, и я чту тебя как царя». Когда я читал этот рассказ, это свидетельство, я был очень удивлен, я подумал, даже у нас нет такого благочестивого отношения к царской власти, какая была у людей, которые действительно могли знать весь Петхий Завет на Иисусе. Итак, Давид удержал себя и своих людей всеми словами и не дал им восстать на Саула, а в сердце своем скорбел, что отрезал часть материи от одежды Саула. А Саул встал, что значит встал, то есть он сидел, справляя нужду, и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему, и сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя?» То есть Давид уверен в том, что царь по-прежнему такой же хороший и добрый, но у него дурные советники, это они ему наговаривают на Давида. Давид продолжает свою речь, «Вот сегодня видят глаза твои», то есть в пещере ты меня не видел, теперь видишь, «что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, «Не подниму руки моей на Господина моего, ибо он помазанник Господа». Какое же чудовищное преступление совершили убийцы царской семьи, подняв руки на помазанника и его благословенную семью в Екатеринбурге? Давид восклицает, «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил». И тем самым Давид как бы говорит, «Я так близко подобрался к тебе, что я смог отрезать край одежды, но я не причинил вреда тебе». Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Здесь Давид предлагает следующее рассуждение, если правитель нечестивый, а мы его почитаем как правителя и уважаем как поставленного над нами, Господь сам накажет его за его нечестие, а мы как почитали принцип власти, так и продолжаем почитать. Ибо если не будет правителей, то люди будут пожирать друг друга как лютые звери, ибо начальник поставлен для того, чтобы защищать людей и осуществлять равновесие в обществе. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, мы видим, что Давид начитанный человек, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский, за кем ты гоняешься, за мертвым псом, за одною блохой, продолжает Давид, Господь добудет судьей и рассудит между мною и тобою, он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от руки твоей. Удивительная речь Давида, полное смирение, даже самоуничижение и благоговение по отношению к принципу власти, которое проистекает от Бога. И далее мы читаем, когда когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду, ты правей меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня, кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Конечно, для людей Ветхого Завета это было немыслимо, они жили по принципу око за око и зуб за зуб, но мы можем ответить Саулу, кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Любой христианин, ибо Господь учит нас, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И когда Петр говорил, Богу бойся, царя Цезаря чти, возможно, пророческим духом он уже понимал, что этот Цезарь и приговорит его и другого апостола Павла к смертной казни. «Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня», продолжает свою ответную речь Саул, «и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать». Вот здесь Саул мог начать пророчествовать. Мы уже видели, дважды он был во пророках, пророчествовал. «И теперь я знаю», то есть каким-то знанием внутренним, духовным, через то помазание, которое он имел на себе, «и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилев будет твердо в руке твоей». «И так поклянись мне Господом». Инофан несколько раз просил Давида поклясться, и теперь это делает Саул. «И так поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня, и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. «И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное». Вот здесь мы видим, что Саул идет как бы в дом свой, возвращается к тому же образу жизни, а Давид и его люди взошли. Да, говорится, место укрепленное, казалось бы, логично, что укрепленное место на горе, но аллегорически это означает, что Саул продолжал жить так, как он жил, а Давид все более и более возвышался. духовный рост присутствовал в его жизни. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова